С первой из Тролитамаки провели мониторинг пассажиропотока. С 6 утра до 12 часов ночи на основку города считали количество троллейбусов, автобусов и пассажиров общественного транспорта. Эксперты учитывали время суток и маршрут. Зачем это делали, расскажет наш корреспондент. Администрация города проводит мониторинг пассажиропотока в самых многолюдных местах. Это остановки на улице Вокзальной, Домсвязи, улица Льва Толстого, гостиница Ашкадар, колхозный рынок и улица Дружба. Анализ поможет понять, на каких маршрутах понадобится увеличить количество транспорта, а где его предостаточно. Нам эти обследования дадут полную картину, ясность, какие перевозчики кого и сколько перевозят. Существуют проблемные перевозчики, которые, скажем так, недобросовестные, которые, имея лицензию на пассажирские перевозки, тем не менее, не имеют ни карт маршрутов, ни свидетельств на маршрутах. Будет проводиться работа уже с перевозчиками, составляться какое-то расписание, общее расписание. Горожане порой недовольны работой общественного транспорта. Бывает, водители вечером торопятся в гараж. Уже после 7 вечера автобусы ходят реже, а в некоторые районы и днем попасть сложно. Менее пассажиров о работе общественного транспорта зависит от того, как часто им приходится ездить и в какие районы. Утром еще, ну, час пик, еще 17-й ходят, потом нет его вообще. А уж после 6 часов, особенно в 8 часов, к нам туда вообще ни на чем не доберешься. Очень плохо транспорт ходит в сторону нефтебазы и СОДы. Улицы Строителей, Ситимол, Артема. Ну, вообще там тяжело с любыми маршрутками. Кажется, всех хватает. Всем хватает. Ой, даже не знаю, я здесь живу, мне все хватает, как бы, достаточно. По данным отдела промышленности, транспорта и связи, в нашем городе 80 троллейбусов, 40 автобусов и 300 газелей. Зарема Фридман, Игорь Яковлев, Стерлитамак, Служба новостей.